Ведущие специалисты в области информационных технологий собрались сегодня в Минске, чтобы обсудить цифровые трансформации и наметить план развития на ближайшие годы. Здесь есть такой демонстрационный вариант, как на основе рентгеновских изображений система оценивает состояние здоровья легких человека и делает заключение о том, что он здоров, либо у него есть определенные проблемы с легкими, ему требуется пойти к специалисту. Но более того, когда он не здоров, система подсказывает определенной вероятностью, что это может быть. Может быть туберкулез, может быть невмония, может быть еще какие-то заболевания. Понятно, что это не автоматическая диагностика, это поддержка диагностики для врача, который ставит диагноз. Чтобы мобилизовать кровообращение прекрасное, которое обеспечит и сердечную деятельность, и мозговую деятельность, достаточно вот на такой модели, которая имитирует все характеристики верховой выездки, частотные, амплитудные. То вопросы здоровья, сердечной деятельности, кровообращения являются исключительно актуальными. Незабываемые ощущения. Мы приехали из республики Узбекистан для обмена опытом по направлению научно-технических проектов, по фармакологии, химиотехнологии. Были такие проекты, которые уже были внедрены. Представлен суперкомпьютер, офисный, причем суперкомпьютер, который позволяет решать целый ряд очень сложных технических задач. Вот, к примеру, сейчас решается задача обработки данных сейсморазведки. У нас есть заказы, мы считаем ветровую нагрузку зданий, потому что многие не знают, но здание при сильном ветре отклоняется на метр и даже больше. Поэтому надо считать правильно ветровую нагрузку для того, чтобы здание было всегда устойчивым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...